Всем приветик! У меня сегодня прекрасная новость! Мне сегодня пришла посылка, вот такая, почти на 4 килограмма. Прислала мне ее мама, моя мама отдыхала в Ничанге, это во Вьетнаме. Пару недель назад только оттуда уехала, когда приехала, сразу мне послала посылку. В общем, посылочка дошла всего за 2 недели, там подарочки из Вьетнама, а также немного подарочек от мамы из России. И кое-что я просто заказала, чтобы она мне купила и прислала. Да, очень удобно, кстати, посылка пришла за 2 недели, стоила где-то 23 доллара за 4 или 3 килограмма, где-то так. Вот, в общем, меня уже не терпится открыть. После этого я хочу прогуляться. Как обычно, сегодня пятница, я иду на Типразит, зайду в Тубовутлетмол в магазинчике, зайду, наверное, в магазин косметики. В общем, если вам интересно, продолжайте смотреть. Посылка вообще так мощно была запакована, я вот этими ножницами ее мучила-мучила. Ну вот, открыла наконец-то. Ой, тут все такое... Кстати, запах вообще обалденный от нее. А, я знаю почему. Потому что здесь сухофрукты. Я очень переживала за... За... Фухофрукты. За сухофрукты, вот. Но нет, все нормально. Они вроде... Нет, ничего с ними не случилось. Сейчас ручки помою и скушаю. Вообще класс. Мамуля, спасибо! Все, доехала. Такой запах обалденный. Так. Тут... Так, это сейчас... Пока что очевидное, очевидное. Это... Ага, это конфетки. Пастила. О, это... Это же пастила какая-то, наверное. Крутая. Крутая мамина пастила. Спрашивала мама, что же, что же мне привезти. Я хотела побольше мне подарочек сделать. А я что-то не знаю, не знаю, что. Потом думала, о, почему бы не заказать у нее курагу, чернослив. Вообще сухофрукты. Тоже очень полезно вместо конфеты кушать. Но они очень вкусные, да. Поэтому я вообще люблю. Тут целый набор таблеточек. От желудка в основном тут драмина есть. Но драмину я уже в Таиланде нашла. Это вот от укачивания я все время покупаю. А так, ну, бывают иногда проблемы с желудком. Так, чтобы, если что, вот здесь есть. Таблетки от изжоги, да, тоже. Это еще сухофрукты. Я такие не ела. Все, надо будет пробовать сейчас. Тут еще какая-то посылочка. Сейчас мы это все вскроем. Здесь чай из России. На Шри-Ланке мы очень много пили чая. И он был офигенно крутой. В Таиланде, к сожалению, этого чая нет. А привычка пить его все же осталась. Поэтому вот из того, что я в России уважаю, это Тесс. Черный крупнолистовой цейлонский чай. В общем, да, мамуля знала, что мы хотим. Мы хотим только теперь цейлонский чай. Ну, в общем, да, на самом деле почти все чаи, они как раз с острого цейлон. Да, и Ахмад Эрел Грей, он должен быть с бергамотом. Да, с ароматом бергамот. Это Пашка любит. И я купила не пакетики, потому что пакетики это отстой. Я это поняла. Особенно у Ахмада они очень ядренно завариваются. И там прям содержится такая пыль чайная, поэтому она очень-очень крепкая. Я все-таки решила попросить у мамы именно рассыпчатый, потому что мы завариваем в такой специальной штучке-заварничке маленького. Одна из крутых штук из Вьетнама, это, конечно же, вьетнамский кофе. Да, вот. Это наше любимое кофе Люлак. Тот, который с немножко шоколадным таким привкусом, потому что животное вот такое вот, похоже на лисичку. Где она тут? Вот там она спряталась. Вот такую мусенькую. Она кушает кофе, она проходит через его пищевод, через кишечник, все дела. В общем, на выходе получается суперкрутое, вкусный кофе Люлак, такое шоколадное, немножко вкусно. В общем, да. Кстати, мы купили кофе, не сдержались. Несколько дней назад хороший попался, тайский. Но, конечно, это не сравнится с еще вот этим кофе. Это тоже вьетнамский кофе, Санг Тао, троечку мы пьем. Да, любим. Так, и сейчас вот еще мелкие посылочки открою. И сейчас уже побегу, потому что опаздываю, встречаюсь сегодня с подписчиками, знакомлюсь, общаюсь. Мама починила мой браслетик, такой классный вообще. Он у меня развалился, я его любила. И сейчас я его одену. Ура, я не с первой попытки, но справилась. Смотрите, какой красивый, вообще такой нежный, классный. Буду теперь с ним гонять. Здесь у меня ножницы вот эти и вот эти, в общем, маникюрные, с прямым кончиком и закругленным. Напишите, какие вы используете ножницы. Разные для разных частей тела или одинаковые. А еще здесь коричневая тушь, потому что я очень люблю именно коричневую, и она у меня заканчивается. И гель для бровей, потому что и объяснять не надо, зачем. Такие пышные брови требуют... Кстати, как раз сегодня забыла воспользоваться. И это меня сейчас очень кстати. Вот такие посылочки и все, а я бегу гулять. Одно из любимых наших тайских блюд, это просто вареный рис с вареной курицей. Мы его часто кушаем, у нас есть рядом макашник. Мы ходим туда всего за 40 бат. Супер, очень быстро, удобно. И очень-очень вкусно. Я тут загуглила, как же его приготовить. Все просто, но есть один маленький нюанс. Когда варишь курицу, точнее, когда уже сварил курицу, нужно собрать весь жир, то, что образуется сверху. И на этом жире уже варить рис. То есть у них этот рис вообще называется жирный рис. И мне так захотелось это сделать. Потом я поняла, что все равно вкуснее я это не сделаю. Но секрет вкусного, идеального риса в том, что он просто варится на курином жире. Не, ну там и вода, конечно, тоже добавлена. Даже без этого. Долго стояла, ждала тук-тук, а все были заняты. Вот один попался вообще пустой. Я отойду. Сегодня движение вообще небольшое. Обычно здесь пробки. О, смотрите, какие цветочки. Ребята, сегодня просто день посылок у меня. Смотрите, мне еще огромную посылку передали ребята из Перми. Подписчики приехали. Мы с ними познакомились, погуляли немного. Я показала, где тут ночной рынок, где косметику покупать. В общем, все самые главные точки, которые интересуют, я показала. Все они находятся в одном месте. Вот здесь возле Outlet Mall. Вот, поэтому сейчас еду в Тескалотес. Потом, возможно, я в Outlet Mall зайду, не знаю. Но, в общем, о посылку. Сейчас Паша приедет, я ему передам, потому что она такая большая вообще. Вот. Ребята, скажите, кто пил вот этот ликер? Это вообще что? Мы вот все думаем? Может быть, взять попробовать? Мы не думаем. Просто люди берут и... Ну, интересно, что я все время думал, что это что-то типа пиво. А сейчас подошел и оказалось, что это ликер. Мне кажется, тут просто написано... Не знаю. Ну, в общем, странный ликер, да? Как вы поняли, я уже приехала домой, потому что за мной заехал Паша. Мы сходили в Тескалотес. Моя прогулочная идиллия закончилась. И сегодня у нас будет видео-обзор посылок. Поэтому что сейчас я еще буду открывать одну посылку. Ну, ту, в которой я вам уже показала, в общем. Но для начала у нас тут покупочки образовались. Вот, из Тескалотеса. Нужно их разобрать и поставить мариноваться мяско, потому что я сегодня буду его жарить. И после этого уже начну смотреть посылочку, что там нам передали. Ребята сказали, что там что-то помялось. И это плохо. Сказал, да ничего страшного. Все нормально. Сказал, что пока меня нет, за меня работают мои носки. Да. Пока Паши нет, носки у нас стражи. Галактики. Галактики. Где вот, где обычно все покупают. И купила себе вот этот бальзам. Стоит там 60 бат. Я купила зеленый. Не знаю, мне понравился цвет. И я слышала, что его применяют также на тайском массаже. В общем, купила такой. Потому что мой слонкиский уже заканчивается. Он такой в желтой баночке был. Мы вообще его мажем на все места. Еще Паши массаж делают с ним тоже. Смотрите, что привезли нам, ребята. Вообще. Так здорово, когда не знаешь, что тебе привозят. Потому что они спрашивали, что мы хотим. И мы так, да, вроде ничего так особенного. И они нам привезли сухарики. Мы бы никогда не догадались попросить сухариков. А тут вообще так приятно. Еще сухарики. Ого. Вот это. Не знаю. Тут майонез. Обалдеть. Так, завтра будешь суп варить. Большая пачка майонеза. Ой, что-то тут у нас протекает. Не знаю, что. Так, суп, да? Ты что, любишь майонезом суп? А я не знаю. Я на него посмотрела. Я подумала, что в ближайшее время, наверное, все буду с ним есть. Ой, вот это просто сокровище. Я уже вижу, тут сыры разные. Вот. Голландский сыр. Пахнет просто обалденно. Сырочек. Президент. Пару шоколадочек. Аленка опять у нас. И, о, вот это очень вкусно. Шоколадка Россия. Кофе с молоком. Я все достаю, достаю. А посылка не заканчивается. Вообще так много привезли. Вижу уже тут газетка. Вот такая. Я часто ездила раньше в поезде. Санкт-Петербург, Воронеж. Воронеж, Санкт-Петербург. Потому что я из Воронежа. Мои родители там живут. А училась я в Питере. И часто покупала вот различные такие газетки в поезда, чтобы там кроссвордики решать всякие. В общем, вообще здорово. А, тут сканворды. Вот со сканвордами, конечно, у меня похуже. Я больше по-японским там, знаете. Ну, ничего, сканворды я вот как раз порешаю. Дальше тут идут сушки. Мини-сушки простые. Классический вкус. Откуда они узнали, что мы обычно покупали такие спагетти? Борилла номер один. Я не знаю. Наверное, угадали. А может быть, нет. Ну, в общем, да. Вот эти спагетти вообще очень крутые. Мы их очень любим. О-о-оу. Вот кто внимательно смотрит наше видео. Это как раз сухарики от Мартина. Ой, сухарики. Семечки отборные от Мартина с солью с морской. И да, мы их просто обожаем. Вообще просто супер круто, спасибо. Еще магнетики из города Перим. Сейчас наклеим их на холодильник. Он уже не будет такой у нас скучный и пустой. О, а тут еще одни спагетти. Ну, в общем, да, это вообще очень круто. С мазиком. Да, спагетти с майонезом. С копченезом. Да, и с сыром же можно еще тоже. С копченезом и с сыром. Вообще бомба. Это фокарик вообще. Ну, в общем, да, попасть на любимая еда. Так, ну что, надо варить спагетти. Тогда тоже сейчас продолжу приготовление и уже покажу вам, что у нас получилось, какой у нас сегодня будет крутой стол. И да. Смотрите, ребят, какой у нас столик получился такой вот. Оп. Здесь у нас салатик традиционный. В последнее время добавляем в салат брокколи. Полюбили уже это дело. Покупали все время брокколи на рынке Роттенокорн. И так получилось, что в разы, когда мы купили, брокколи были с, я думаю, что это овощные мошки. Паша называет это тараканами. Ну, в общем, с живностью. Поэтому сейчас решили купить в Тескалотусе. И эти качанчики просто идеальные. У Паши картошечка. У меня макарошки. Я сейчас макарошки буду заливать кетчупом, ой, майонезом. И мне будет очень-очень-очень вкусно. И еще я взяла сыр попробовать. Вот один кусочек порезала, который нам прислали. И вот это тоже плавленый. В общем, вот такой вот у нас столик. Для всем, кто кушает, тоже сейчас приятного аппетита. Макароны с майонезом были просто обалденные. И мы так долго не ели майонез, что уже я забыла, какой у него вкус. А сейчас мы уже сели пить чай. Я тут вкусняшки немножко разложила. Мы заварили чай Эрл Грей. И вот мои сухофрукты. А еще мы смотрим фильм «Последствия». Называется с Арнольдом Шварценеггером. Все, ребят, мы уже досмотрели фильм. Называется «Последствия», да? Я, как обычно, уснула на самом интересном моменте. Потом проснулась, досмотрела. Все хорошо. В общем, у меня такая привычка есть, да, засыпать вечером. Да, не только вечером. Еще после обеда. Если смотрим фильм, могу заснуть. Вот, напишите, если у вас тоже есть такая проблема. Потому что это проблема, да. А еще мы сейчас смотрим сериал, называется «Волшебники». Это что-то вроде Гарри Поттера для взрослых. Вот. Очень-очень нравится нам. Да, по-английски звучит как «Magicians». И напишите, пожалуйста, что вы сейчас смотрите. Мне интересно узнать. Может быть, порекомендуете какой-нибудь сериал. А я вот взяла газетку, думаю, сейчас поразгадываю сканворды. Но чувствую, что уже, наверное, буду спать ложиться. Когда вам достанусь на завтра. Вот. А вам большое спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте подписываться на наш канал. Оставлять лайки, писать комментарии. Вот. И всем пока-пока.